Аллилуйя, Господи! Аллилуйя, Господи! Слава Тебе, Господи! Я стою на этой сцене. Асам, выстанула на тазе. Сцена. Всем добрый день. Добрый день на всички. Меня зовут Мария Филоненко. Асам, я называю Мария Филоненко. Мне 33 года. И сама 33 годы. Я счастлива, потому что это возраст Христа. Асам, счастлива. За что-то твоя возраста на Христа. И... С чего начать? Как вода започна? Какие плоды в меня засеивал Господь? Знаете, когда я пришла, начала ходить в церковь, у меня появлялась жажда познавать Бога. И... много чего было непонятного. И... было много со стороны настоящая свою истину. Утвори ми истинското си. Я хочу познавать тебя. Я с иском да те познавам. И вы знаете, чуть-чуть больше, как год назад, в жизни так произошло. и някъде преди една година си случи нещо в мой живот, что я уехала далеко от дома на целую неделю. Час трябваше да си заминал от вкъщи някъде надалеж за една седмица. Я была одна в большом двоэтажном доме. Аз бях сама в голяма двоэтажна къща. Дом бил в горах. Къщата беше в планина. И меня на притяжение вси недели никто не трогал. И в продолжительность на целая седмица никой не ме е пипал. Никто никто мне не звонил. Никой не ми се е обаждал. Я вообще телефон выключила. Аз изобщо изключих телефона. Но со мной был интернет. Но с мен беше интернета. И компьютер. И компьютера. И знаете, начали с происходить чудеса. И започнаха да се случат чудеса. Когато я открыла компьютер. У меня все программы, которые были у меня установлены, они исчезли. Всичките программы, които бяха установлены на компьютер, исчезнаха. Остался только Google. И установил сам Google. Я открываю Google. Аз утварям Google. И мне открывается слово. Не помню уже какой проповедник. И ми се утворили словото на един проповедник. Там он говорил о молитве. И там той споделил за молитвата. А это был важный вопрос. К Богу. Тва бешу един важен вопрос к Богу. Как мне надо молиться. Как мне трябода се молим. И в этой проповеди там я даже начала записывать все. И в фунаде проповед, аз даже до започнах до записывал мня кое ништа. То, как надо молиться. Тва, как трябода се молим. Потом открылась мне другое YouTube. Ну, оно одно заканчивается, да, и другое YouTube. И следит вам, если утворить на другу страничка в YouTube, открывается, что такое вера. Если утворить, каквоя вера. Если я не ошибаюсь, был проповедник Александр Шевченко. Мисляче проповедник и большой Александр Шевченко. И я начала погружаться в слово. Понимать, что такое вера. И начала говорить, Господи, если Ты есть, я хочу Тебя видеть настоящим, какой Ты есть. Потому что в моей голове много мыслей. И мне важно видеть Тебя в лицо, знать Тебя в лицо, какой Ты есть. И за меня важно да Те познавам лице в лице, какъвто Си. Знаете, мне пришло такое понятие. И мне дойде на ум одно понятие. Когда Ты знакомишься с человеком, он Тебе е чужой, совсем чужой. Ты его не знаешь. Че когато се запознаваш с един человек, той Тебе е напълно чужд. Но ты к нему притягиваешься. Он Тебе чем-то симпатичный. И ты начинаешь с ним разговор. Обаче Той Тебе е симпатичен някак си и Тебе започваш разговора с Него. И на протяжении времени Он стает Тебе близким человеком. И през някое время Той Те става близок човек. И потом, в некоторых моментах Он даже Тебе открывается и становится как брат, как сестра. И след това Той някак си се утваря за Тебе и Те става като брат и сестра. И точно так же у меня происходило с Господом. И по същия начин се случваше с Бога. Когда я начала Его видеть все ближе, Он начал мне открываться действительно как в лицо в лицо. Когато аз започнах да Го познавам поблизо, Той някак се утваряше лице в лице. И я начала Бога благодарить за все и просить, чтобы Он меня наполнял Своим Духом Святым. И я започнах да благодаря Господа и да Го молят Той да ме наполнял с Святие Дух. И точно так же у меня начало происходить понятие что такое Святой Дух внутри меня. Я начала наполнять в свою жизнь в свое сердце семья Господа. И со временем оно начало прорастать. И люди, которые меня окружали, те, которые были против Господа, против Церкви. И хорда, който ме окружаваха, които бяха против Церквата и Господа. Аз започнах в них да виждам Иисуса Христос. Ихню любовь. И на самом деле когда человек с виду хочет тебе плохо сделать. И всъщност когато се вижда, че човекът иска да ти направи нещо лошо. Аз разбирам, че това не е Бог. Потому что Бог внутри каждого из нас. Защото Бог е вътре във всеки един от нас. И Бог заложил в наши сердца великую истину. И Бог вложил в сердца не една велика истина. Это наша любовь. Това е наша любовь. И Бог работает через наши сердца. И когда хочешь узнать конкретное слово от Бога, и когато искаш да разбереш някакво определено слово от Господа, я слушаю свое сердце. Аз слушам сердцето си. И Господь говорит через мое сердце. И Господь говорит через мое сердце. И показывает неправильный путь. И ми показыва правилния путь. И это счастье великое. И това е велико счастье. Я напълняю с Богом. Аз се напълвам с Бога. Каждый день. Всеки один день. Каждый час. Всеки час. Я все время в Господе. Аз съм винаги в Господа. Потому что его великая любовь. Защото великата му любовь. Она окутает меня. Тя ме заубик и я не могу уже без нея. Я аллилуйя. И знаете еще по поводу плодов на протяжении года все что касается плодов в продолжительность на година очень много чего изменилось. Много нештаса про мениха. И самое главное начались происходить те чудеса. И на важный то и започнах да се случат они чудеса о которых я мечтала. Все едно пазлите започнах да се собират. И когато мне треба отговор да или нет. Аз знам кем кого да се обрна. Да слушам сердце туси. А Бог скажет что делать. Бог тебе каже как водоправе. И еще мне на протяжении больше года снились как будто я все время учусь, обучаюсь. А с новых сын что все одно учусь обучаумся на нежу за партой со студентами. Даже ночью бывало просыпалась и даже се случусь что не надо бежать. Нет мне никуда не надо бежать а то я сплю это у меня сон. Господи почему так все происходит? Потому что это очень часто было. много чествуюся повторяюся. И у меня появилась жажда знаете слышать других верующих людей что они говорят по поводу Бога. И на момент появилась жажда слушать друг эти христиане как мысль за Бога. Мне было немножко неудобно кого-то конкретно просить чтобы научить меня читать Библию расскажите мне о Библии. Я обращалась к Богу и Бог давал мне этих людей. И среди них много из вас братья и сестры через которых Бог говорил со мной. И меня пригласили в молитвенное служение на разбор слова. Думашняя группа. Служение и домашняя группа. Где мы изучаем слово Бога и разбор слова. Также был альфа курс. С Ольгой Жданович толкование слова. Я понимала что такое Дух Святой. Как он через меня работает. И знаете что случилось сейчас? Знаете ли как случилось сега? Мне начали сны сниться что я уже обучаю. Аллилуйя Господь. Слава Тебе Господи. Я знаю что Господь меня очень сильно к чему-то готовит. Я знаю что Господь много сил меня подготовит за ништяк. У Него есть приготовление для меня. Дар большая миссия с открытым сердцем и искренностью это принимаю. Слава Господу. Благодарю Вас. Будьте благословенны. Наполняйтесь Богом. Наполняйтесь с Богом. Духом Святым. Со Святее Дух. Будьте много духовно богаты. Будьте много духовно богаты. Спасибо еще раз. Благодарю что видишь. Благодарю. Благодарю.